всем огромный привет добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня по вашим просьбам мы с вами приготовим замечательный салат кабачки по-корейски на зиму это очень вкусно мы его уже продегустировали на нашему банк канале с алексеем ссылочку оставим внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами также кто еще не знаком с нашим семейным каналом совсем недавно мы переехали в турцию и все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры ссылочку на семейный канал оставим внизу в описании переходите знакомьтесь добро пожаловать будем рады видеть каждого из вас ну а сейчас оставайтесь со мной я вам подробно расскажу как приготовить вкуснейшие кабачки по корейски на зиму мы начинаем чтобы приготовить вкуснейший салат из кабачков на зиму нам потребуются молоденькие кабачки в количестве одного килограмма 200 грамм 300 грамм моркови уже в очищенном виде 300 грамм болгарского перца в не очищенном виде 300 грамм лука и зелень по желанию идеально сюда подойдет кинза но кинзы у меня нет поэтому я воспользуюсь петрушкой здесь у меня большой пучок на 130 грамм зелени много не бывает мы ее любим если не любите можете ее вообще исключить также нам потребуется огромное количество специй и специи сегодня мы возьмем пол чайной ложки красного перца одну третью часть чайной ложки черного перца 1 чайная ложка кориандра также нам потребуется треть чайной ложки острого перца я возьму совсем немного потому что он у нас ну очень острый поэтому с перцем осторожно если не любите вообще острое можете полностью острый красный перец заменить паприкой также нам потребуется одна столовая ложка соли 2 столовые ложки сахара 100 миллилитров растительного масла 75 миллилитров девяти процентного уксуса 45 зубчиков чеснока у меня чеснок достаточно крупный 4 зубчика получились на 25 грамм а также нам потребуется 2 столовые ложки соевого соуса соевый соус опять-таки от концентрации зависит можно положить чуть меньше можно чуть больше для начала нам необходимо нарезать все овощи и зелень от кабачков срезаем с двух сторон несъедобные части все остальное нарезаем соломкой можно нарезать вручную ножом сначала вот так по диагонали на пластинке толщиной примерно до 1 сантиметра затем укладываем пластинки и нарезаем соломкой я буду нарезать кабачки на своей любимой терке установила насадку ширина нарезки на этой насадке 1 сантиметр и нарезаем как только рука приближается к лезвием обязательно воспользуемся плододержателем иначе опасно вот посмотрите вот такая соломка у меня получается таким образом сейчас полностью нарежу кабачки затем покажу что будем делать дальше кабачки я нарезала вот такое количество у меня получилось берем большую чашку перекладываем кабачки в чашку дальше у нас на очереди лук пока в сторону кабачки на том же станке меняю насадку луковицу одеваю на плододержатель разрезаем луковицу поперек полосок стрелочек вот этих если вручную нарезаете то соответственно пополам луковицу и просто полукольцами я нарезаю на станке сейчас покажу какого размера у меня будет получаться лук вот друзья посмотрите не очень мелко примерно толщиной 2 миллиметра таким образом нарезаем лук сейчас нарежу лук затем вернусь к вам и покажу что делать дальше лук у нас с вами нарезан вот такое количество лука у нас получилось и отправляем его кабачкам далее на очереди у нас морковка берем тот же самый судочек но меняем терку и на терке для корейской моркови натираем морковь вот такая получается у нас с вами столом к морковку я тоже натерла также отправляем ко всем остальным овощам и у нас с вами осталось только нарезать зелень и болгарский и у нас с вами осталось только нарезать зелень и болгарский перец болгарский перец нарезаем следующим образом сначала разрезаем пополам удаляем семена плодоножку и перегородки разрезаю половинку болгарского перца пополам соединяем и просто мелкой соломкой вот так нарезаем получается у нас вот такая соломка таким образом полностью нарезаем болгарский перец болгарский я весь нарезала также отправляем ко всем остальным овощам все на очереди у нас осталось только зелень от зелени отрезаем вот эти палочки я их не использую я их выкидываю все остальное просто мелко нарезаем все друзья и зелень у нас с вами тоже нарезано все отправляем в чашку к овощам а дальше мы просто начинаем заправлять салат подготовленными ранее специями одевают перчатку и по очереди закидываем треть чайной ложки острого перца столовая ложка соли 2 столовые ложки сахара пол чайной ложки паприки 3 чайные ложки черного перца чайная ложка кориандра 2 столовые ложки соевого соуса 75 миллилитров девяти процентного уксуса кто-то спрашивал меня если в турции нет 9 процентного уксуса я тоже нахожусь в турции и у меня только четырех с половиной процентный уксус соответственно я беру просто в два раза больше я знаю просто в россии привыкли пользоваться именно девяти процентном поэтому все озвучиваю в количестве 9 процентного уксуса а если 4 5 процента соответственно берите в два раза больше растительное масло налила и чеснок выдавливаем далее все хорошо перемешиваем ох какой уже аппетитный салатик получается вы только посмотрите все друзья салат я хорошенько перемешала вот такой аппетитный вкусный уже сейчас его можно есть очень вкусно кабачки едят сырыми если они молодые кабачки родственники огурцов и соответственно если кожица мягенькая семян не так много то вполне кабачки можно употреблять даже сырыми далее закрываем чашку крышкой и можно оставить при комнатной температуре но так как мы находимся в турции жара невыносимая поэтому я буду настаивать салат в холодильнике минимум три часа дадим салату настояться чтобы все специи хорошо пропитались в овощи минимум на три часа я убираю салат в холодильник и так друзья салат у меня постоял в холодильнике даже больше чем три часа я стерилизовала банки банки я стерилизую следующим образом чистые банки помещаю холодную духовку разогреваю духовку до 160 градусов как только духовка разогрелась с этого момента в течение 15 минут стерилизую банки что касается крышек то их я кипячу в сотейнике после закипания в течение 10 минут далее на банку ставим вот такую вот воронку с широким горлом посмотрите салат настоялся очень хорошо и теперь начинаем заполнять банки слегка утрамбовываем не очень сильно вот таким вот образом перекладываем воронку заполняем банки до тех пор пока у нас не закончится салат все баночки я заполнила у меня получилось 2 750 граммовые баночки и 3 700 граммовые баночки дальше нам вот этот вот сок который остался от кабачков тоже по чуть-чуть нужно залить в каждую баночку дальше прикрываем стерилизованными крышками слегка прикрываем сильно не закручиваем далее берем кастрюлю на дно кастрюле застилаем полотенце кухонное или просто тряпку помещаем банки далее нам необходимо залить воду до плечиков банок и так заливаем воду как я уже сказала ранее до плечиков отправляем на плиту на максимальный огонь как только закипит огонь мы будем уменьшать закрывать крышкой с момента закипания стерилизовать банки будем в течение 10 минут итак друзья как видите вода у меня закипела закрываю крышкой уменьшаю газ так чтобы вода продолжала умеренно кипеть и с этого момента засекаю ровно 10 минут итак друзья прошло у нас 10 минут отключаем газ и можно закатывать банки наши итак друзья учитывайте что очень очень горячее все аккуратно достаем банку одной рукой придерживаем другой рукой хорошенько закручиваем крышку переворачиваем вверх дном точно также поступаем со всеми оставшимися банками все друзья все банки я закатала вверх дном перевернула дальше закрываем одеялом и оставляем при комнатной температуре до полного остывания чуть позже одну баночку мы с вами откроем продегустируем на мог банк канале я покажу еще раз как это аппетитно выглядит друзья обращаю ваше внимание что салат у меня хранился в холодильнике банки обязательно должны быть остывшими то есть вытаскиваем из духовки или из пароварки неважно где вы их стерилизовали банкам необходимо дать остыть чтобы банки не треснули холодный салат в горячие банки ни в коем случае нельзя остужаем банки после чего заполняем салатом и так друзья посмотрите вот такая аппетитная красота у меня получилась очень аппетитный салат нам с алексеем уже не терпится попробовать его на нашем мукбанк канале куда мы вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова